КАФУЛЛАЙФ КАФУЛЛАЙФ Андрей Анатольевич, вам тоже добрый день. Что ж, поздравляю, в этом году вы первый у нас в этом эфире, в этой программе. Как ощущения от того, что вам доверено открывать этот цикл передач? Ну, наверное, геологи всегда должны быть первыми. Геологи всегда должны быть первыми идти, открывать месторождения и все открывать. И нефть, и золото, и алмазы, и все, что угодно, все, что нужно. Замечательно. А о том, чем выпускники и выпускники занимаются, поговорим чуть позже. Сейчас разминочные вопросы. Кстати, поздравляю с наступившим Новым Годом, с Рождеством. И тут перед эфиром у меня появилась такая мысль, что в прошлом сезоне, когда мы с вами разговаривали о вашем институте, говорили, что практика в институте геологии – это такая романтика на природе, на каких-то месторождениях, на разведках. Вот Новый Год, как геологи встречают, так же романтично? – По-всякому, если я скажу, ну я как бы Новый Год в качестве геолога встречаю уже 50-й год. – С юбилеем, с юбилеем. – Да, в этом году, нет, пока 49, в этом году будет 50. То есть, в принципе, совершенно разные были моменты, где я встречал, вот, однажды даже чуть не встретил его в Антарктиде, прямо на льду, вот, чуть-чуть там успел уехать до Нового Года, вот. А какие-то моменты были, когда я встречал в тайге, был, значит, в маршруте, в самолете, в поезде был, да, разные варианты были, понимаете? То есть, я куда-то все время ехал, по работе, чаще всего по работе, по путешествиям, вот. И, конечно, Новый Год для нас, вот для геологов, он начинается не 1 января, на самом деле. У геологов Новый Год – это полевой, начало полевого сезона. Это уже, когда снег тает, значит, появляется травка, и уже можно выезжать в поле, как мы называем в поле, это вот не то сельскохозяйственное поле, уборка урожая, да, а поле – это когда лес, тайга, горы, где мы что-то ищем, смотрим, картируем что-то, как мы говорим, да, и вот это все вместе, и гитара, и костры, и все это, конечно, меняется, потому что сегодня геолог и вот эти путешествия геологические, они не такие уж, как бы, такие вот, прямо уж в голом костре там, да, вот, в шалаше там, а все это, конечно, все более-менее облагорожено, то есть хорошие палатки, одежда, вот мы выезжаем на поле на озера, это у нас такие палатки, шикарные палатки, у каждого своя палатка там, полное оборудование, экипировка, кухня своя там, мы там кушаем торты, пирожки, там, что только нет, в общем, приглашаю всех, да. Андрей Трофимович, есть что добавить, у вас были такие эпизоды? Конечно же, мы всегда интерес встречаем Новый год, ну, конечно же, как Донсал сказал, многие геологи-пылевики встречают Новый год в разных удивительных просто местах, вот, но в целом, конечно же, геологи сегодняшнего дня, в некотором случае обычные люди, также с семьей встречают часто Новый год, то есть обыденности тоже на жизни хватает, но интерес тоже много. Замечательно, еще раз поздравляю с наступившими праздниками. Спасибо. По ходу нашей программы, в принципе, ничего не поменялось с предыдущим сезоном, все так же есть у нас заготовленные вопросы, есть ребята, которые нас сейчас в прямом эфире смотрят, и специально для них я напоминаю то, что свои вопросы по ходу эфира вы можете задавать во время, точнее, во время нашего эфира вы можете задавать вопросы в саму трансляцию, самые интересные из них мы обязательно зачитаем и попробуем на них ответить. Ну, а по классике начнем со вступительного слова. Пожалуйста. Ну, я сказал уже вступительное слово, профессия геолога, наверное, самая романтичная, и вообще вот я приглашаю сюда вот к нам на геофак людей, которые любят природу, любят природу, смотрят на природу немножко по-другому, чем обычные люди, да, вот я всегда говорю своим абитуриентам, вот вы берете горсть земли, берете, один говорит, это грязь, да, вот грязь, а геолог говорит, смотри, кристаллы кварца, полевого шпата, честно, там даже золото есть и алмазы есть, да, но в очень маленьком количестве, да, все что угодно есть. И вот это вот желание что-то увидеть новое, открыть что-то, да, то есть побывать в местах, где, может быть, даже еще не бывал человек, что-то вот, скажем, в этой планете, вот в нашем общем доме узнать, скажем, как он устроен, этот наш дом, как он живет, что в нем происходит, что меняется, вот, да, сегодня у нас очень много проблем, связанных, скажем, с антропогенным воздействием на планету, да, то есть с углекислым газом, с парниковым эффектом, это все тоже, мы тоже это все изучаем, то есть вот такие люди нам нужны, то есть люди, которым интересна природа, окружающий мир и которые хотят путешествовать, что-то открывать, ну и притом они должны знать, конечно, хорошую математику, физику, информационную технологию, химию, ну и быть вот такими людьми, которые, значит, которым интересна природа. Как-то вот так вот. Андрей Анатольевич? Да, спасибо. Вот общаясь уже порядка 20 лет со школьниками, я получаю такой обратный связь, что современные ребята, они представляют профессии идеолога, сугубо, конечно, вот такой суперромантический, это хорошо, но отчасти многие ребята представляют профессию идеолога, как этого такого бородатого человека с рюкзаком, который идет по тайге постоянно, и это есть, и это правда. Но кроме этого, кроме этого, сейчас профессия идеолога настолько широка, что каждый из вас может найти в ней свое место. Если вы любите путешествовать, ходить в маршруты, в поля, пожалуйста, профессия полевого идеолога, у нас есть такое направление, профиль, если вам по душе физика, вы любите математику, у нас есть геофизическое направление, можно развиваться как специалист геофизик и чуть меньше ходить в поля. Если вы больше склонны к обитанию в городской среде, скажем так, то у нас есть прямо городская специальность, это инженерная геология и гидродиология. Также вы можете заниматься интерпретацией, обработкой геофизических данных. И действительно, фундаментом для этого является, конечно же, геология, но и кроме этого вы должны и физику, и математику, и химию вот так же прекрасно знать. Это еще забегая немножко вперед, я вам хочу сказать, что сегодняшние работодатели формируют запрос на специалистов многопрофильных. Они называют это словом формирование кросс-функциональных команд. То есть это тоже важно, иметь знания и уметь их применять из разных областей. Вот этому, собственно говоря, мы и учим. Приходите к нам. Углубимся в ту тему, которую вы сейчас начали. Как раз на следующий вопрос. Расскажите про направление вашего института. Уже начали? Продолжаем. Давай, Андрей, расскажи. У нас в институте есть два больших направления. Это направление геология и направление нефтегазовое дело. Направление геология имеет четыре профиля. Первый профиль — это совпадающий с названием направлений. Профиль геология. Это как раз вот когда мы говорим про романтику, про полевых геологов. Вот это вот про как раз все про это, это история про это. Также у нас есть профиль геофизика. Это геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых. Следующий профиль у нас — инженерная идеология и гидродиология. Это такая вот, мы называем ее городской специальностью, потому что ребята, которые обучаются на этом профиле, занимаются поиском месторождений подземных вод. Вот иногда мы же понимаем, что вода присутствует в нашей жизни постоянно. Наверняка ребята, которые нас слушают, открывали сегодня экран с утра, вода текла, все было в порядке. Но вот видите, специалисты, которых мы учим, работают, поэтому вода из кранов течет постоянно. Также, конечно же, вот инженерная идеология. Это изыскание при строительстве, в первую очередь, ребята занимаются. Тоже очень интересно. Это вот можно в черте города заниматься. И еще один профиль направления идеологии — это диалоги нефти и газа. То есть она называется у нас «Деалогия и освоение месторождения нефти и газа». Это тоже интересный профиль. После окончания его ребята становятся геологами-нефтяниками, работают в крупных нефтегазовых компаниях. Таких как «Татнефть», «Расмет», «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Сургутнефть». Вот в таких вот интересных, больших, крупных компаниях, которые предоставляют и хороший карьерный трек для развития, и также социальную поддержку, выполняют социальные гарантии, что тоже немаловажно в будущем. Следующий большой профиль — это большое направление нашего обучения, это нефтегазовое дело. Там профиль один у нас — это разработка и эксплуатация трудноизвлекаемых запасов нефти и газа. Ребята, которые этот профиль, наши абитуриенты заканчивают, они также работают на нефтяных месторождениях, на скважинах, в цехах по добыче нефти и газа, и обеспечивают такую энергетическую безопасность нашей страны. То есть добывают углеводороды, добывают первичные источники энергетических ресурсов. Это что касается о направлениях и профилях нашего института. Замечательно. Идем дальше. Следующий вопрос. Здесь, скорее всего, придется опираться на данные прошлого года. Сколько в вашем институте бюджетных мест на бакалавриате и на каких направлениях? То есть, по-моему, пока что еще нет информации, у кого сколько бюджетных мест будет в новом году перед поступлением. Нет, есть такие. Есть уже, да? Тогда можно озвучивать. Да, мы готовы это озвучить. У нас 100 бюджетных мест на направлении идеология и 70 бюджетных мест на направлении нефтегазовое дело. Неплохо. Причем здесь важно, наверное, ребятам сказать, что на направлении идеология мы принимаем сразу на направление. А вот разбивка и деление по профилям происходит через полтора года обучения. Причем ребята могут выбрать профиль по своему желанию. То есть, во время обучения полтора года ребята прицеливаются куда хотят, а потом уже распределяют. Да, совершенно верно. У них программа обучения одинаковая полтора года, а потом они уже могут на основе, собственно, опыта, каких-то там личных ощущений выбрать то, что сделает их, как я сказал, сейчас скажет, классный лозунг, что сделает их счастливыми в дальнейшем. У нас есть такой слоган в институте. Мы выпускаем не специалистов для нефтегазовое промышленности, для геологии, для геологического отрасли страны, а мы выпускаем счастливых и успешных людей. То есть, для этого у нас есть специальные курсы, которые мы, вот сейчас говорят, soft skills, то есть какие-то вот такие компетенции, возможности, которые мы обучаем тоже. Это вот как нужно выступать, как нужно себя там запланировать, свою жизнь. И, конечно, вот почему успешные люди, потому что, ну, сегодня в России профессия нефтяники, геолога, она настолько востребована, что у нас стопроцентное распределение всех выпускников. У нас нет такого, чтобы какой-то выпускник остался без работы. Он может там не захочет куда-то идти работать, может сам найти какую-то работу, но, в принципе, у нас все выпускники трудоустраиваются, и причем, наверное, с одной из самых больших зарплат вот среди выпускников университетов, потому что нефтяники, газовики, вообще геологи, значит, различных компаний, в том числе не только государственные, но и частные компании, такие, они, значит, платят хорошие зарплаты нашим выпускникам, и хорошие возможности для роста создают, в принципе. Поэтому мы говорим о том, что вам нравится работа, вы счастливы, и вы успешны, потому что вам платят хорошую зарплату, вы живете в хорошем месте, там, вот, и так далее, и так далее, ну, со всеми. — Приедете к нам, я вам подробнее расскажу, как это все делается. — Ну, то есть можно с уверенностью сказать, что выпускники Казанского федерального университета — это успешные и счастливые люди, но самые счастливые и успешные люди — это те, которые закончили геофакт. — Геофакт, да, совершенно верно. — Продолжаем дальше. Следующий вопрос. Изменится ли стоимость платного обучения в этом году? Насколько мы помним, в прошлом году цена не менялась. А вот в этом году как? Будет ли какая-нибудь динамика? — Однозначно можно ответить так, что эта информация появится в мае, вот, и тогда мы ее узнаем. По поводу изменения, конечно, сейчас прогнозировать сложно, но очевидно, что каких-то титанических сдвигов, больших изменений стоимости обучения не будет. — Хорошо. Следующий вопрос. Какие экзамены нужно сдавать, чтобы поступить в Ваш институт? — Это хороший вопрос. — Что нужно знать, чтобы стать счастливым и успешным человеком? — Очень хороший вопрос. Вот экзамены, конечно, должны сдавать у нас выпускники колледжей, так вот, да, или там, у кого нет ЕГЭ, как бы, да, иностранцы, выпускники колледжей. А вот по ЕГЭ, если говорить о том, в этом году мы расширили возможность такие. Раньше, значит, наши абитуенты нам представляли данные по русскому языку, естественно, математике и физике. — Математика база или профиль? — Профиль, конечно, профиль, да. И, по сути, значит, сейчас мы расширили, значит, мы принимаем не только физику, но принимаем химию, принимаем географию, так вот, да, Андрей? — Да. — Принимаем IT, информатику. — Вот три дополнительные мы получили. То есть мы принимаем все, потому что нам химия очень нужна, потому что у нас есть профиль геохимия, да. Нам нужна IT, потому что у нас IT везде просто, да, то есть сегодня геолог без компьютера — это как геолог без молотка был, да, там, 50 лет назад. Молотка нет — это не геолог, да, то есть компьютер нет — это не геолог, как бы, да, то есть в этом смысле. Поэтому, естественно, и физика, и химия, и, значит, IT, и география, они все принимаются. — Они идут как на выбор, получается, да? — Да, на выбор. — То есть два основных обязательных. — Да, вы видите, у вас есть максимальный балл, скажем, вы его, так сказать, можете выставить. — То есть можно, например, выстроить такую стратегию, что сдаю, например, физику и химию, и тот экзамен, который больше выстреливает, я его отправляю. — Да, да, совершенно верно. — Хорошо, двигаемся дальше по вопросам. Проводите ли вы какие-то конкурсы, конференции для учащихся школ? — Смотри, занимаются этим делом неприжимные. — Да, конечно же, мы работаем со школьниками, мы стараемся искать талантливых ребят, ребят, которые любят науки о земле, любят диалогию, и активности для школьников у нас много. Мы участвуем в таких базовых активностях Казанского федерального университета, как предметные межрегиональные олимпиады. Кстати говоря, 20 января, вот следующую пятницу, у нас в институте состоится очный тур межрегиональной олимпиады по идеологии Казанского федерального университета. Вот ребята, которые пришли, я еще раз вас приглашаю, всех приехать и принять участие в нашем очном туре этой олимпиады. Также мы участвуем в научной конференции школьников имени Николая Ивановича Лобачевского и организуем секции «Диалогия» и «Диалогия и диаграфия». Секция «Диалогия» для старших школьников, а секция «Диалогия и диаграфия» для ребят из 4-7 классов, то есть которые только-только что делают первые свои шаги в проекты, в исследования, в науку. Кроме этого, у нас есть свое мероприятие, которое мы проводим уже на протяжении 7 лет. И мы гордимся тем, что одни из первых внедрили этот формат работы со школьниками – это кейс-чемпионат. Мы проводим кейс-чемпионат по решению геологических кейсов среди школьников. География чемпионата ширится, я сегодня с удовольствием о нем рассказываю, чтобы привлечь к участию еще большее количество ребят. Это такое соревнование, которое не олимпиады, где вы состязаетесь в знаниях. Это не конференция, где вы большой проект, какую-то научную работу представляете. А на кейс-чемпионате вы командно, кстати говоря, развивая навыки, которые сейчас нужны для успешной работы в профессии, soft skills, собираете команду и решаете задачу, которую мы вам предлагаем, такой вот кейс. Мы моделируем ситуацию, которая могла бы быть на производстве, могла бы быть на планете Земля. Интересную задачу для школьников мы делаем, конечно же. Как пример задачи могу представить, это освоение Луны была задача у нас. Это возможные последствия инверсии магнитного поля нашей планеты, где вы могли проявить все свои знания, фантазию, креативность свою проявить. И самое интересное и главное, возможно, что задача, которую мы предлагаем на кейс-чемпионате, она не имеет однозначного решения. Вы предлагаете лучшее, и мы собираем большое, компетентное жюри, которое вас оценивает. Вот в 77 лет мы уже проводим такой большой кейс-чемпионат по решению именно геологических кейсов среди школьников. Сейчас он становится всероссийским. Вот в этом году мы можем сказать полноценно, что он стал всероссийским. У нас участвовал не только из нашей республики, нашего региона, но и из нескольких субъектов Российской Федерации. Школьники, чему мы очень рады. Также мы на системной основе организуем работу малого геофака. Сейчас мы ее называем школу геоного геолога. Когда ребята могут к нам прийти в институт, они приходят 2-3 дня в неделю и занимаются геологией, минералогией, палеонтологией, вот такими интересными вещами, кому что больше нравится, кому что больше по душе, чтобы понять, что такое геология, и нужно идти к нам учиться. То есть, конечно, многие из них приходят и становятся нашими, сначала студентами, потом не только куда-то работать и езжать, но и коллегами становятся, остаются. Туцентами, профессорами становятся, в конце концов, да. Это работа школы юного геолога мероприятия. Кроме этого, мы участвуем в такой большой активности, в которой мы являемся там не только одними организаторами, но с организаторами такой большой полевой олимпиады юных геологов Республики Татарстан. Она проводится при такой большой поддержке компании «Татнефть», малых нефтяных компаний Республики Татарстан, при поддержке нашего президента Республики Стангалевича. Именно вот полевая олимпиада школьников. Это интересное такое событие для школьников, где ребята целых 7 дней живут на каком-нибудь объекте, это не полевое условие, они живут, скажем так, в пионерском лагере, что-то вот таком приближенном, и соревнуются в различных геологических конкурсах и соревнованиях. Это гидрология, это геологический маршрут, это геологический разрез. Чтобы в нем участвовать, нужно, конечно, готовиться. Вот как раз ребята к нам приходят в школу. Даже золото моют, вот, представляете. Да, шлифовое опробование. И кроме этого, ценно еще то, что они во время этого общаются. То есть там формируются целые такие вот команды единомышленников и ребята после этой полевой олимпиады продолжают общаться на протяжении нескольких лет. Вот мы такую активную историю этой олимпиады ведем с 2013 года, и сейчас уже участники первой олимпиады, второй олимпиады работают в наших лабораториях. То есть вот они с нами и общаются между собой. Это тоже вот такой вот ценный опыт. Это вот такие вот хорошие плоды вот такой вот деятельности, работы со школьниками. Ну, кроме этого, мы поддерживаем проектную деятельность школьников. Если вы, ребята, занимаетесь каким-то проектом в сфере наук о земле, и вам нужна консультация, у вас есть идея, что-то непонятно, мы всегда открыты для сотрудничества с вами. Пишите, приходите, мы всегда отреагируем и поможем в реализации ваших планов по проектной исследовательской деятельности школьников. А с какого возраста примерно школьники приходят на все эти проекты, олимпиады? Совершенно разный. Вот самый минимальный, я так понимаю, 4-5 класс. Да, бывает, и, конечно, меньше, но они бывают. И мы, знаете, мы никому не отказываем. Мы по возрастному цензу никакого нет. Главное, большое желание учиться новому, развиваться. Это вот мы очень рады. Но в основном, конечно, школьники у нас 8-11 класс. К ним как раз-таки относятся все вот эти олимпиады, кейс-задания как раз-таки от 8 до 11 класса. Да, от 8 до 11 класса. А еще я забыл упомянуть. Вот сейчас на следующем слайде я выведу группу нашу ВКонтакте, где, подписавшись на которые, вы можете отслеживать все наши активности. Кроме таких, ну скажем, серьезных активностей, про которые я сейчас рассказал, мы делаем еще и игровые программы. Мы два раза в год в течение вот как раз учебного времени проводим такой геологический квиз. Югео-квиз мы его называем. Сейчас мы его проводим онлайн. На такой вот известной платформе мой квиз тоже можно регистрироваться, присоединяться. Мы, как правило, делаем это в субботу, в второе полное дня. Я надеюсь, вы, если приняете участие, тоже интересно проведя теорию. А какие бонусы, помимо того, что знания ребята получат в прохождении всех этих курсов, олимпиад, кейс-заданий, что-то еще они получают во время приемной кампании? Потому что иногда бывают такие вопросы, если я там, например, своего ребенка отправлю к вам на дополнительные курсы, сверху 5 баллов ему накинут. Вот сразу, чтобы пресечь такие вопросы в дальнейшем, думаю, стоит об этом поговорить. Ну, конечно же, нет. Если ребенок уходит на курсы, он получает знания, вот, это его самые главные преференции, хорошее знание дополнительное. Но активности олимпиады и конференции, конечно, они приносят нашим участникам такие преференции, как дополнительные баллы к результатам ЕГЭ. Победители олимпиады по диалоге и КФУ и победители конференции, значит, секции диалоги и диалоги-диографии, в частности, имею в виду секции, получают плюс 5 баллов к результатам ЕГЭ. Это немало в текущей конкурсной ситуации. А призеры, они получают плюс 3 балла к результатам ЕГЭ. Занимайтесь, все в ваших руках, все в ваших головах. Продолжим. Какие возможности для занятия наукой есть в вашем институте? Здесь уже говорим, наверное, про первый-второй курс, вот когда ребята пришли, были у них кружки, были у них олимпиады, теперь они у вас, и где они могут заниматься? Да, конечно, для этого колоссальные возможности существуют. Ну, во-первых, я приведу такой пример, такой, да, факт. В рамках национальных проектов наук и университетов были созданы научные центры мирового уровня в нашей стране. Их, значит, три геномных центра таких, да, четыре математических центра, и вот по каждому из направлений стратегического развития России создан научный центр мирового уровня. Так вот, в области, значит, экологии, энергетики существует единственный центр, научный центр мирового уровня в области исследования, в области изучения нефти. Он находится в Казанском университете, и вот как главная организация Казанского университета выступает, и, значит, в кооперации с Губкинским университетом в Москве, с Колтехом и Уфимским нефтяным университетом. То есть вот одно то, что вот такой центр создан именно в Казанском университете, и говорит о том, что у нас научная база именно мирового уровня, да, и в рамках этого центра мы выполняем работы со всеми компаниями, значит, начиная от Татнефти, естественно, Татнефти, наша ближайшая компания, Роснефть, Газпромнефть, Газпром, большой проект у нас существует, огромное количество малых компаний, Лукойл, естественно, да, значит, Сургутнефтегаз, то есть все крупнейшие нефтяные компании России в этом задействованы, и задействованы не только российские, но вот компания Куба, Колумбия, Китайские, две компании, да, работают, Индонезия, вот, то есть, значит, в арабских странах несколько компаний, то есть вот у нас есть аспирант из арабских стран, да, из Китая, наши студенты обучаются в Китае, проходят стажировку там в других странах, Казахстане, Китае, значит, в арабских странах, то есть у нас мощная такая кооперация. Какие у нас есть лаборатории? Не только, скажем, вот там, где вот изучают нефть, там наливают, сжигают ее, да, конечно. У нас есть очень много интересных фундаментальных лабораторий, начиная от минералогии, литологии, геохимии, изотопной лаборатории. У нас находится евроазиатский центр, значит, геотермохронологических исследований, где мы датируем горные породы, абсолютно датируем дело помощи изотопов. Изучаем стабильные изотопы, легкие, там, такие, как водород, углерод, кислород, значит, село, азот, вот, и тяжелые изотопы изучаем для того, чтобы, скажем, как-то классифицировать породы, изучать стратеграфию, определять возраст, определять температуры, при которых, значит, которые проходили вот в этих вот породах конкретных, для того, чтобы создавать бассейновые модели, которых, например, у нас есть, куда она распределялась, то есть огромные возможности, да. Но если говорить не только про нефть, например, у нас есть группа, которая занимается космической пылью, то есть вот, если взять любой, скажем, образец на Земле, да, там, почву, грунт какой-то, то там, без сомнений, там есть маленькие зерна космической пыли, которые прилетели к нам из космоса, да, вот, есть группа, которая занимается исследованием этих проблем, в том числе и метеоритов, вот, есть группа, которая занимается водой, там, да, потому что вода сегодня, это, наверное, самое важное подвижение скопаемое, да, потому что человек без нефти как-то может еще прожить, там, дровами топить, да, без воды никак совершенно. А для Земли это проблема, потому что планета ограничена, и запасы пресной воды на планете, они ограничены. Если вот, скажем, в прошлом где-то шли какие-то там события, там, развивались, например, того, чтобы завладеть, скажем, месторождением нефти, да, то сегодня вопрос такой, что нужно завладеть месторождениями воды, пресной хорошей воды, да, ну, у нас страна огромная, и у нашей страны, наверное, завладываются очень, я думаю, что основные запасы пресной. Я не говорю про ледники, например, если говорить про пресную воду вообще, вот, которая находится на континентах, то запасы, это не менее 30% мировых запасов пресной воды, для питьевой, так сказать, они в нашей стране находятся, это гигантский объем, вот. Это я выключаю ледники, потому что в Антарктиде, там, в Арктике, там, в горах, там находится огромная масса воды, которая тоже, как бы, в замороженном состоянии существует, так, вот, есть группы, которые занимаются исследованием, вот, рудных объектов, да, как образуются какие-то рудные объекты, в том числе, вот, с инструментами геохимии, есть геофизик, который изучает Луну, значит, есть группа, которая занимается изучением Марса, так сказать, да, есть группы, которые занимаются исследованием магнитного поля Земли в прошлом, да, то есть, вот, как происходила эволюция магнитного поля Земли в прошлом, вот, я так скажу, что я тоже из этой области, да, значит, раньше занимался, моя докторская диссертация была посвящена вариациям геомагнитного поля, которые были 250 миллионов лет тому назад, вот, как это можно вот восстановить, да, вот это вот, это была моя докторская диссертация, да, вот, это было давно, это уже 20, почти 30 лет назад, Но вот эта проблема, сегодня мы создаем модель магнитного поля земли, сегодняшнюю, за 10 тысяч лет, например, мы бурим озера, расстроим керн, измеряем его, на всех континентах это происходит, в Северной Америке, в Южной Америке, вот мы изучали в Казахстане, значит, в Армении, Белоруссии, в Европе, там, скажем, вот это, естественно, крупнейшие наши озера, там, Байкал, значит, рядом с Байкалом несколько озер, озера на Урале, то есть это гигантское количество данных, которые мы сейчас вот собираем, и вместе с нашими коллегами во всем мире, так сказать, создаем модель магнитного поля земли, это, конечно, совершенно интересно, но это долго можно рассказать, потому что биосфера возникла в магнитном поле, и все элементы биосферы, они связаны с магнитным полем, если магнитное поле выключится, как частенько бывает на Земле, ну вот последнее такое сильное выключение было примерно 800 тысяч лет назад, но после этого еще примерно 105 тысяч лет назад, тоже такие выключения были, и самое последнее было 30 тысяч лет всего назад, вот, поле выключалось, оно пропадало, вы с компасом могли там в обед там, северный полюс, вечером там, значит, утром там, то есть вот такие вещи были, да, ну, тогда у людей не было компаса, они, так сказать, не знали, что такое происходит, ну, в принципе, такие вещи происходят, и сегодня тоже есть такая опасность, что магнитное поле выключается, то есть резко падает, значит, есть группа, есть группа, которые занимаются климатом, палеоклиматом, да, то есть они тоже берут образцы, буют озера, застают вот эту пыльцу, там, разнообразные остатки органические, значит, вот биосферные остатки, и по ним восстанавливают, как менялась температура, климат, влажность, и вот тоже строится такая модель, и опять-таки вот новая группа связана с исследованием изменения содержания парниковых газов в атмосфере, это тоже такая интересная группа, если буквально вот мы отбирали вот кольца деревьев, по ним, значит, изучается изотопный состав, и определяется, как это вот все, вот Андрей в этом тоже участвует, кстати, то есть вот такие, то есть масса разнообразнейших возможностей, и потом мы работаем уже в кооперации с физиками, с химиками, с математиками, да, то есть у нас есть очень интересные проблемы, которые мы совместно с математиками решаем, то есть ребята математики после окончания бакалавриата приходят к нам в магистратуру и уже становятся геологами, нефтяниками и так далее, и так далее, химики приходят к нам, да, экологи приходят к нам, физики приходят к нам, например, ядерный магнитный резонанс мы используем не только в скважинах, да, но также используем для изучения нефти, Вот сегодня наши методики, которые мы создали, они используются на таможне, когда вот ввозится или ввозит какая-то нефть, ЕМР, прибор определяет, ядерно-магнитным резонансом, определяется, что это за состав нефти, какой состав соответствует тому ГОСТу, который должен быть при продаже, при покупке и так далее. То есть огромные возможности вот для научной работы, конечно. И все это за последние несколько лет мы купили приборы, и вот многие лаборатории, например, лаборатория геохимическая, это лаборатория одна из лучших в Европе, не просто в России, в Европе. То есть вот такие возможности у нас существуют. Это, конечно, фантастически все это. И космическая пыль, потому что, оказывается, она у нас здесь. Да, везде она есть, конечно. И с добыванием воды и все прочее, это очень интересно. Надеюсь, ребятам, которые будут поступать к вам, тоже будет очень интересно и будут продвигать дальше науку. Надо учиться и приходить в лаборатории работать. У нас большинство магистров просто работают в лаборатории. То есть, подытоживая этот вопрос, можно заниматься как в самом институте, так же можно заниматься в компаниях, которые дружат с институтом, которые вы перечислили. Наука уже понятна, что можно делать. А помимо науки, чем еще студенты могут заниматься? Имеется в виду спорт, культура, какие-то социальные развлечения, молодежная политика, например. Как правило, здесь студентам подсказывать не нужно, они прекрасно ориентируются, как нам поступают, чем заниматься. Но, конечно же, у любого человека есть хобби, есть какое-то времяпрепровождение, досугство. И у нас не только в институте идеологии, а в целом в университете масса возможностей проявить себя. Как в творчестве, так в спорте, так, я не знаю, каких-то вот участвовать в спортивных там походах, клубах. И здесь, опять коснусь немножко науки, у нас работает хорошее научное общество студентов. Это общество инженеров-нефтяников. Это часть большого мирового такого вот профессионального сообщества нефтяников. СПИ называется, то есть вот общество инженеров-нефтяников. У нас работает СПИ Студенчаптер. Вот, у нас также чуть более, может быть, малочисленный, но существует и такое вот студенческое общество студентов-геофизиков. Это инженеров-геофизиков, СПИ Студенчаптер. Вот, студенты занимаются также при кафедре минералогии, изучением камней. Вот, что же весьма такая вот интересная штука. Камни – это не просто то, что у нас под ногами, и в Казахстане не только полезные скопаемые, но это еще камни имеет, ну, для тех, кто их любит, и свою душу, свои свойства. Вот, это тоже наши ребята собираются. Ну, конечно, здесь вопрос был направлен в первую очередь, наверное, про творчество. То, конечно, можно петь, танцевать, играть в КВН. Вот, очень разнообразно. Заниматься спортом – прекрасные возможности. У нас есть и спортивный объект, который остался в наследии после всех больших вот спортивных мероприятий в Казани, где студенты могут заниматься где-то там бесплатно, где-то с хорошей скидкой, в общем-то, по оплате. И у нас спортивное направление тоже развито, инициативно ребята собираются, есть спорторг, и, кстати говоря, студенты нашего института осенью уже вот второй раз, если не третий, организовали такой большой праздник спорта в Казанском университете, когда пригласили ребят из других институтов и устроили вот такой целый день праздник спорта. Футбол, волейбол, различные подвижные игры, и вечером подвели итоги. Так что возможностей, чтобы себя реализовать, у наших студентов масса, это здорово. Главное – желание. Да, конечно же, инициатива и желание. Перейдем к финальному вопросу. С одной стороны, он очень простой, с другой стороны, для некоторых людей он очень сложный, и вы сейчас как раз-таки, Андрей Анатольевич, поможете ответить на него достаточно просто. Где можно ознакомиться с информацией по поводу поступления в ваш институт? Я переключу слайд. Во-первых, обращу внимание, ребят, что вот группа – это Югео ВКонтакте. Мы ее ведем специально для школьников, и там у нас всегда актуальна информация по нашим активностям, по, как мы считаем, для вас интересным каким-то явлениям, предметам. И также в этой группе мы аккумулируем всю информацию по нашей приемной кампании, которая известна на текущий момент. Вот, пожалуйста, подписывайтесь на эту группу, и, используя привычную для вас социальную сеть ВКонтакте, вы получите всю информацию. Также вот я сейчас вывел на экран номер телефона, к которому подключены мессенджеры, WhatsApp и Telegram. Туда можно написать сообщение и получить ответ на свой вопрос. Ну и, конечно же, самый главный источник информации о приемной кампании этого года – это сайт Казанского федерального университета. Вот. Но, с учетом того, что у нас сайт большой, и там вся информация есть, которая только вот может быть, поэтому мы эту информацию в части Института геологии и интегазовых технологий выбираем, и то, что вот интересно нашим абитуриентам, все дублируем. У нас есть такой большой пост в группе в нашем институте, и там вот есть вся вот эта текущая информация, которая, скажем, вот сейчас вы спрашивали про стоимость обучения в этом году, ну, она как только будет известна в мае, как приказ выйдет в стоимости договорных платных услуг, эта информация появится также вот в этом нашем посте этой группы. Так что, ребята, тут вот в нашем мире, конечно же, очень важно быть информационно активным, я так скажу, быть на связи, то есть получать информацию, которая вам может в жизни помочь. Информации сейчас много, ее юмор, ее надо иметь выбирать. И вот я рекомендую вам три таких контакта. Первый сайт университета, группа ЮГЕО, Института геологии и интегазовых технологий, и вот номер, это номер не для звонков, это номер для сообщений, WhatsApp и Telegram, на нем подключено, пожалуйста, вот переписывайте этот номер, давайте я его озвучу, если, возможно, плохо видно, это плюс 7, 987, 211, 62, 60. Вот это номер, где еще раз дублируют свои мессенджеры, Telegram и WhatsApp, можно написать и задать свой вопрос. Замечательно. Ну, для кого-то реально такой вопрос очень сложный, но дали контакты, дали пути, где это можно все найти, я думаю, зрители благодарны вам за это. Спасибо. И мне бы хотелось добавить еще вот, ребятам, важную информацию о том, что мы проводим в феврале, в этом году это 26 февраля, день открытых дверей нашего института. Мы приглашаем вас принять в них участие. Конечно же, мы проводим много встреч, прямых эфиров, общаясь с вами, чтобы помочь вам правильно сделать свой профессиональный выбор. Но, придя к нам, вы его сделаете лучше. Вот я вам скажу почему. Потому что мы день открытых дверей проводим не статично. Конечно же, мы вот один час беседуем с вами, рассказываем об институте, примерно так же, как мы делали сейчас, и отвечаем на ваши вопросы и вопросы ваших родителей и учителей, которые с вами зачастую приходят. Но вот дальше мы этот день проводим не статично, мы его проводим интерактивно. Приедя к нам, вы получаете такие вот на один день два документа. Вы получаете зачетную книжку абитуриента и студенческий билет абитуриента. И дальше, дальше, в течение дня вы проходите небольшой блок учебных занятий, где вам ставят первые оценки, вы распределяетесь в группы. Для чего мы это делаем? Чтобы вы почувствовали себя на один день студентам Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета. Побыли в тех аудиториях, где вам предстоит учиться, в тех лабораториях, где предстоит проводить научные исследования. И примерили костюм студента, студента КИОФАКа, студента Института геологии, именно на себя. Это очень поможет вам прокачать такие навыки по своему профессиональному выбору. Поэтому я вас приглашаю, приходите, и это будет воскресенье, день свободный от учебы, работы, и проведите его с нами. Мы будем рады, ждем всех. Спасибо. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Что ж, Денис Карлович, Андрей Анатольевич, благодарю вас за сегодняшний эфир. Поздравляю, что мы с вами открыли новый сезон КФО «Лайфа». Надеемся, еще увидимся. Сезон длинный, приемная кампания. Кажется, что не скоро, но по итогам предыдущего сезона время прошло очень быстро. Так что, надеемся, еще с вами увидимся и поговорим об Институте геологии и нефтегазовых технологий. Спасибо. Благодарю вас, уважаемые зрители, что смотрели нашу программу. Следите за расписанием эфиров, натыкайтесь на интересующие вас институты и задавайте свои вопросы у нас в группе ВКонтакте. На этом все. Всем большое спасибо за внимание. Счастливо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok